Приветствую вас и отвечаю по порядку на вопросы, которые вы задаёте. Первое. Что это за человек? Эгоцентрист. Человек, который считает себя центром всего мира. Эгоцентрист. Влечаю на ваш следующий вопрос. Как с ним себя вести? Поскольку эгоцентрист очень часто является эстероидом, то логично предположить, что этот человек нуждается во внимание. Это его способ взаимодействия с окружающим миром. Привлечения внимания. И, соответственно, навести себя с ним нужно так, как будто вы не обращаете внимание на то, что он делает, говорит и так далее. Безразличие для такого человека является самым сильным регулятором его поведения. Если вы проявляете хоть какую-то реакцию для человека, это уже как бы цель, и он этому рад. Далее. Значит, вы спрашиваете, как объяснить такое поведение? Такое поведение объясняется неуверенностью в себе, комплексами, тратами остаться в одиночестве, обнимание быть лучше, казаться лучше, потребности в признании, в восхищении со стороны, и, собственно говоря, в эгоистичности. Соответственно, ваш следующий вопрос, как быть с такими людьми? Это вопрос последний, и я, в принципе, на него уже ответил, постараюсь немного дополнить только лишь свой ответ, сказав то, что таких людей лучше избегать, потому что у них вся жизнь направлена лично на них самих, при этом они ни во что не ставят мнение других людей. Такого человека можно изменить, изменить его поведение лишь в том случае, если его чувство к другому превысит по своей силе вот это вот желание постоянно удовлетворять свои потребности, свои амбиции и так далее. Поскольку вероятность этого уже не искать, то лучше с такими людьми не связываться. Ну, а то касается того, как себя вести, тут я, кажется, уже сказал, это безразличие, игнорирование того, когда человек ведет себя неадекватно, не придавание значения его словам как положительным догад представленным, потому что все эти слова говорятся лично с целью удовлетворить интерес этого самого человека и не более того. Исходя из этого, можно сказать, что все поведение личности, направлено лишь только на саму себя. И, соответственно, к вам это отношение ничего не имеет никакого. То есть, это вот, наверное, один из самых подходящих случаев, для того, чтобы сказать, ничего личного. Действительно, человек, когда ссорится, или когда, наоборот, говорит, что-то хорошего, он к вам ничего личного не испытывает. Он делает все это для себя. Вот это нужно понять. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!